Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами пообщаемся о том, куда же вам обращаться и звонить, если нет отопления. Это практические советы. На примере России. Все то же самое вы можете делать в любой стране. Алгоритм работы практически не изменяется. Если возникают проблемы с подачей тепла, их необходимо решать безотлагательно, особенно в зимний период. Первое, что нужно определить, температуру в квартире. От этого зависит, куда обращаться, если нет отопления. Для экстренного решения проблемы нужно звонить в управляющую компанию, а также в диспетчерскую службу поставщика услуг. Если таким способом не удается решить проблему, стоит прибегнуть к более радикальным методам, о которых я расскажу в этом материале. Определение проблемы с подачей тепла. Пока едет специалист, можно самостоятельно выяснить причину. Для измерений понадобится обычный комнатный термометр. Погрешность измерения будет высока, но необходимо определить только приблизительную разницу температуры в комнатах. Если температура ниже нормы, то нужно разобраться в причинах и понять, как избавиться от проблемы. Для определения приблизительных значений температуры нужно приложить руку к стояку и регистру, который расположен в соседней комнате. Этот способ подходит для частных домов. Если проблема с отоплением возникает в доме, где много квартир, то необходимо опросить ближайших соседей. Если стояк горячий, а приборы отопления не радуют теплом, скорее всего в систему попал воздух. В этом случае проблема решится в течение нескольких часов. Помимо загазованности, причина может стать разбалансировка в системе или выход из строя радиатора. Если у соседей нет подобных проблем, значит причина в состоянии труб и приборов в квартире. Если показатели температурных значений одинаковы, это свидетельствует о проблемах с подачей тепловой энергии во всем доме. В этом случае необходимо уточнить у соседей, есть ли у них подобные проблемы. Чаще всего равные показатели температуры подтверждают наличие неполадок в общих коммуникациях. Не стоит рассчитывать на скорое разрешение проблемы. Лучше подключить электрообогреватель, а не ждать понижения температурного режима до критических отметок. Не позднее, чем через 2 часа после звонка в диспетчерскую службу, должен приехать специалист. Помимо определения неисправности в системе подачи тепла, он обязан снять показания и письменно зафиксировать отсутствие подачи обогрева. В его обязанности входит составление акта. Этот документ составляется в двух идентичных экземплярах. Один предназначен для собственника. Для чего нужен акт? Документ подтверждает некачественное оказание услуг и является основанием для обращения потребителя тепловой энергии в суд. Надзорные органы, а также получение перерасчета. Чтобы акт имел юридическую силу, необходимо соблюдать требования. Избегать искусственного повышения температурного режима в исследуемой квартире. Созвать состав комиссии. Предупредить представителя жилищного сервиса и поставщика услуг. Непосредственно в день составления акта все отопительные приборы должны быть отключены. При составлении документа фиксируется отсутствие услуг по подаче отопления. Поэтому факторы, влияющие на измерения, должны быть исключены. Комиссия должна произвести замеры температуры помещения и сравнить с нормативами с учетом температурных колебаний окружающей среды. Воздух в помещении обязан быть прогрет до 18 градусов по Цельсию. Допускаются незначительные отклонения в диапазоне 2 градусов в большую или меньшую сторону. Нормативы подачи тепла. В тексте ГОСТ указаны нормы и допустимые от нее отклонения. При подаче тепла в разные типы помещения. В течение всего сезона, когда подается отопление, тепло должно поставляться потребителям бесперебойно. В постановлении правительства номер 354 установлены следующие возможные перерывы в подаче отопления в жилые дома. Понижение температурного режима не может суммарно превышать 24 часов за месяц. Снижение температуры в помещении до 8-10 градусов не должно превышать 4 часов единовременно. Снижение температуры в помещении до 13-16 градусов не должно превышать 12 часов единовременно. Если поставщик услуг не соблюдает этих нормативов, он несет материальную ответственность перед потребителями. За каждый час задержки сверхдопустимого периода, обозначенного в постановлении, плата за услугу снижается на 0,15%. Если имеют место множественные нарушения, поставщик может понести административную или уголовную ответственность в зависимости от тяжести последствий. Если специалист не приехал, факт неявки представителя поставщика теплоснабжения по вызову не должен оставаться незамеченным. Необходимо повторить звонок в диспетчерскую службу и сказать о нарушении порядка предоставления услуг. Потребовать разъяснений и сказать о своем намерении писать жалобы в контролирующие их деятельность органы и вышестоящие инстанции. Следует потребовать разъяснения, на каком основании происходит задержка. Нужно настоять на немедленной отправке специалиста для осмотра коммуникации и напомнить о его обязанности составить акт. После разговора с диспетчером необходимо набрать номер главного инженера или директора и кратко изложить суть ситуации, четко назвав адрес и причину накопившихся претензий, сообщить об отсутствии реакции на адресованную диспетчерской службе заявку, упомянуть о своих намерениях обращаться с жалобами на организацию в надзорные органы. Нужно потребовать устранить проблему в ближайшее время и обеспечить выезд специалиста для осмотра системы отопления. Надо упомянуть о составлении коллективной жалобы, если проблема с подачей отопления присутствует у всех жильцов. В большинстве случаев этого будет достаточно для привлечения внимания коммунальных служб. Что делать, если не дали отопление? После приезда специалиста и получения акта необходимо снять копии с документа. Они нужны по числу планируемых обращений. Дополнительно можно написать, что помимо перерасчета, оплаты судебных издержек и компенсации полученного морального вреда, будете требовать неустойку. Напишите, что планируете снять квартиру и через суд потребуете компенсацию расходов на арендную плату. Частной компании невыгодно доводить спор до судебного разбирательства. По этой причине претензии часто удовлетворяют в досудебном порядке. Необходимо подготовить два экземпляра претензий. К претензии нужно приложить копии документов. Акт об отсутствии отопления, копию договора об оказании услуг, копии квитанции о своевременной оплате коммунальных услуг, справка из медицинского учреждения. Указанный пакет документов необходимо отправить поставщику услуг по почте. Это необходимо делать заказным письмом с уведомлением. Когда письмо будет доставлено, отправителю придет уведомление о получении письма адресатам. Важно проконтролировать, чтобы на обоих экземплярах претензии поставили отметку и зарегистрировали как входящую документацию. Это нужно делать независимо от того, какая договоренность была достигнута. В течение двух-трех дней в письменной форме должен прийти ответ. Если подачу отопления не возобновили, нужно переходить к следующему этапу. Куда писать жалобы, если нет отопления? Не нужно дожидаться истечения трехдневного срока. Вопрос с отоплением нужно решать всеми доступными способами. Один из них – обратиться с административными жалобами в контролирующие органы, в том числе по телефону. Первым делом необходимо подготовить текст жалобы. Их можно отправить по почте или через интернет. Вот перечень организации, куда позвонить по поводу отопления. Территориальный отдел жилищной инспекции Роспотребнадзор. Если оформлять жалобу по почте, необходимо приложить к заявлению копии документов, которые подтверждают неправомерность действий управляющей компании или поставщика услуг. Необходимо приложить копию акта об отсутствии отопления и обращения в организацию, которая осталась без ответа. Вариант номер один – обращение в жилищную инспекцию. Работники коммунальных служб боятся обращений граждан в жилищную инспекцию. Поэтому прежде чем подать прошение о проверке, позвоните руководителю управляющей компании. Предложите повторно рассмотреть вашу претензию, предварительно назвав регистрационный номер. Возможно, проблема решится уже на этом этапе. Если отправлять жалобу через интернет, то для начала необходимо зайти на сайт жилищной инспекции, к которой территориально относятся место нахождения управляющей компании. Далее процесс будет описан на примере ГЖИ города Москвы. На открывшейся странице необходимо задержаться и изучить правила подачи электронного обращения. После ознакомления с правилами подачи необходимо нажать на ссылку под правилами. После этого откроется форма, которую необходимо заполнить. Обязательно нужно указать способ получения ответа от ГЖИ. Результат обращения отправят на электронную почту, если указать это в заявке. Доступно получение ответа заказным письмом, но в этом случае ждать результата придется намного дольше. В среднем на обработку одной жалобы уходит от 2 до 5 дней. После обработки заявки ГЖИ проверит деятельность управляющей компании. Если нарушения подтвердятся, то ГЖИ может отобрать лицензию, выданную управляющей компанией. Без нее организация не сможет продолжать деятельность. Вариант номер два. Жалоба в Роспотребнадзор. Писать обращение можно, используя текст, который был составлен для жалобы в ГЖИ. Нужно внести небольшие правки, указав на нарушение прав потребителя, так как управляющая компания не выполняет своих обязанностей. В тексте, составляемой претензией, необходимо отразить просьбу о проведении проверки. Далее к тексту жалобы приложить копии документов и отправить заказным письмом. Еще можно написать в Роспотребнадзор на его официальном сайте или через портал государственных услуг. Процесс подачи жалобы будет показан с использованием второго способа. Для этого нужно иметь регистрацию на соответствующем портале. В открывшемся перечне услуг необходимо выбрать пятый пункт сверху. После этого произойдет переход на вкладку с информацией об услуге, где внизу будет ссылка для перехода на сайт организации. На сайте нужно найти электронную приемную, а затем выбрать территориальный отдел Роспотребнадзора. Система переведет на нужный сайт, где необходимо заполнить форму. Вариант номер три. Иск в суд. Еще один действенный способ заставить управляющую компанию выполнить свои обязанности – обратиться в суд с административным исковым заявлением. Для этого нужно воспользоваться услугами юриста, который имеет опыт в судах с управляющими компаниями. Очень важно найти специалиста, разбирающегося в жилищном праве. Ему необходимо показать все квитанции, документы, запросы и записи разговоров. Совместно с юристом необходимо составить иск, в котором будут оговорены все претензии компании. Помимо этого, в тексте документы должны содержаться требования о возмущении затрат, которые понес потребитель из-за отсутствия отопления. Если проблемы с подачей тепла возникли в многоквартирном доме, то нужно привлечь соседей и написать коллективное заявление. Претензии собственников и ответственных квартиросъемщиков с высокой долей вероятности будут удовлетворены судом. Ответчика обяжут выполнить судебное решение. Вариант номер четыре. Заявление в местную прокуратуру. Если ситуация с отоплением не нормализовалась, необходимо обратиться в прокуратуру. Помимо управляющей компании, проверки пройдут также по обращениям, которые остались без ответа в надзорных органах. Подать заявление в прокуратуру можно только лично. Для этого необходимо узнать адрес и приехать с готовыми документами. Нужно написать заявление о срочном проведении проверки в управляющей компании. К заявлению нужно прикрепить копии обращений, оставшихся без ответа. Вариант номер пять. Обращение к приемному президента. При отсутствии реакции прокуратуры нужно писать приемному президента. Это можно сделать на сайте, заполнив электронную форму. После поступления жалобы ее рассмотрят и примут решение о назначении проверок, направив в соответствующие надзорные органы. Можно написать коллективное обращение. Для составления жалобы можно использовать уже имеющийся образец или написать ее в произвольной форме. Нужно приложить фотографии и копии подтверждающих документов. Это сократит время на получение ответа. Выводы и полезное по теме. Проблемы, которые возникают с подачей тепла в жилые дома, должны решаться управляющей компанией в штатном порядке. Если организация игнорирует свои прямые обязанности, ее можно заставить. Потребители коммунальных услуг редко доводят дело до слушания в суде, хотя это стимулирует управляющую компанию соблюдать свои обязанности. Помимо компенсации затрат, можно потребовать проверить обоснованность начисленной кварплаты. Если будут выявлены нарушения, то перерасчет обяжут сделать по решению суда. Ребята, от себя хотел бы добавить вот такую вот заметку. Значит, в прошлом году у меня произошла ситуация, в декабре пропало отопление. Всему виной был отопительный стояк. Значит, у соседа снизу забился стояк. Соответственно, ко мне отопление не поступало. Как я решил эту проблему? Значит, обратился в ЖЭК. Вот, обратился в ЖЭК. В ЖЭКе, значит, заявление мое приняли в телефонном режиме. Да, я в телефонном режиме позвонил и сказал им. Дальше, значит, они начали, прислали работников ЖЭКа. Они начали разбираться с тем, что у меня в квартиру не поступает тепло. Но, соответственно, я зафиксировал, при помощи мастера ЖЭКа, зафиксировал дату, когда у меня тепло перестало поступать в квартиру. Вот, наладили работу стояка отопления. И с того момента, когда перестало поступать тепло, мне сделали перерасчет. То есть, отминусовали оплату за вот эти дни. Теперь, еще такая заметочка. Если ЖЭК бездействует, ничего не хочет делать, то обращайтесь прямо в администрацию города. Стучитесь в дверь и вам откроют. Не оставляйте эту проблему безнаказанно, так скажем. Обращайтесь в администрацию. Если администрация не реагирует, то вплоть до того пишите на сайт президента. Как в Украине это работает, я не знаю. На территории России я писал на сайт президента Путина, сайт называется Кремлин.ру. Вот, я оставлял туда обращение по разным вопросам. Администрация президента все вопросы решает и все делается в вашу пользу. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Никто вас там не съест. Работа выполняется и наказывает тех, кто не хочет выполнять данную работу. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.